Мотор. Нет, нет, нет. Буквально. Ба-ба-ба. Сексом принять? Нет. Глазом, глазом. Вот смотри. Одну тысячную секунду ты можешь воспринять? Какие процессы это проходят? Нет, не сможешь. Только головой. Это умозрение. Ну вот так. Чисто своим каким-то органом чувствовать. Ты можешь одну тысячную секунду? Одну тысячную. Вспышку? Нет, хорошо. Или почувствовать. Да нет, вряд ли. Одну статусичную. Ну вряд ли, вряд ли. Вот, видишь? То есть наномир живет вот в таких временных отрезках. И для нас это все как бы исчезает. Но при этом каждую секунду, что мы с тобой сейчас разговариваем, мы вместе с Землей вокруг оси проносимся примерно 340-360 метров на широкое, ну вот в Москве. Смотри. И это достоверный путь, который мы проходим. Это не умозрение. Вот если бы от нас, от каждого шлейф оставался... Фонтон. Так он стоит на фонтон. Да. Посмотри. При этом Земля вращается вокруг Солнца, как будто бы, да? Кажется. Но на самом деле не так. Сейчас там есть ролик, летит Солнце и планета вот так за ней, за Солнцем летят, да? То есть я что имею в виду? В секунду можно увидеть, как 340 метров таймлайн твоего персонального. В 340 метрах 340 тысяч миллиметров. Миллиметр глазом ты же один от другого отличишь, если ты увидишь линию времени у себя в компьютере. Таким образом у каждого из нас появится возможность воспринимать не абстрактно, а через зрение, присущее каждому из нас орган осязания, да? Или, ну что там, восприятие. И секунды превратятся в отрезки, которые там нам нужны. Вот, например, если я участвую одновременно в каком-то событии, где важна причина следственности, там одновременно совершается очень много действий и в эту секунду, я никогда не смогу разобраться, что там было, как там было. Если я это увижу в виде взаимодействия на расстоянии в 340 метров и мне каждый миллиметр одна, там, трехсот сорокатысячная, тогда я смогу, ну вот… Это изучение, аналитики. А нет, ну да, да, ну она на процессе, как ты изучишь, если ты не будешь понимать, что сначала, что потом. Если не хватает этого масштаба, то можно учитывать 30 километров, которые Земля за секунду проносится вокруг Солнца. Если этого не будет хватать масштаба, то можно учесть примерно 200 километров в секунду, с которыми Солнечная система вместе с Солнцем летит вокруг центра галактики. Понимаешь? Таким образом появляется возможность заходить во все… В центре галактики еще вокруг… У нас по Центавру прошло, к сожалению… Это еще одна скорость накладывается… Да, и это все… И смотри, тогда мы сможем увидеть… Вот это и есть переход в четвертое измерение, буквально. Если мы трехмерную систему координат, трехмерную, вот… Х, Y, Z, накладываем на вот это… Нет, не на время, а на вот эти события, то, как одно относительно другого. Вот смотри, Земля вокруг своей оси крутится, да? Один оборот – это день, да? Сутки. Ну, в общем-то, да. Так же, как 365 оборотов Земли вокруг Солнца – это год. То есть… Один оборот – это 65 дней, суток. Ну, понятно. Да, да, да. За 365 вот этих поворотов Земля возвращается. Но это по спирали возвращается, да? Там не замыкается этот звук. Тогда мы… Вот смотри, тогда интерфейс может выглядеть, моего присутствия. Это 54 с лишним спирали. И я в любую спираль вхожу, это год мой. И в любой день, в который я хочу. Понимаешь? Совсем по-другому время будет. Визуализация. Тебе проще разобраться в календаре на спирали, нежели на… Мало того. Все события, все события вокруг. Человек сможет оцифровать всю свою деятельность. Это прекрасно. Как мы будем будущее визуализировать и моделировать? Вот так же… Там же витки ты сможешь увидеть, когда планеты где будут, когда там гороскоп перестанет быть… Где-то фантом теоретически будет. Опять же, а хаос… Почему? Дальнейший выбор движений событий… Нет, погоди. Вот, например, что-то развивается… Разные аспекты сущего развиваются в разных временных аспектах. В данном мире вот такие временные отрезочки, да? В мире планет там совсем другие… Там миллионы… У нас появится возможность в линию увидеть всю связь между самыми короткими… Через себя… Это поток… Через сознание… Хочешь, туда уйди, хочешь, туда уйди… Это громадный поток информации, ну, объемный… Ну, он не больше, чем то, что сейчас в сети есть… Мусор, мусор… Да… Только не систематизировано все… Второе, что необходимо… Помните, Девятов говорил про учетную единицу новую информацию… Вот, кто ее, типа, предложит… Тот и… Тот и банкует… Тот и банкует… Тот и банкует… Учетные единицы информации… Я предлагаю сделать следующее… Это уникальное смысловое проявление… Информация – это то, что мы осознаем… Это… Неважно, как устроен мир… Важно, как устроено наше сознание… На самом деле… Поэтому… Если мы говорим про информацию… Это наше восприятие чего-либо… А мы мир воспринимаем в аспектах… Каждой сущности… Вот, как я ее воспринимаю… Она у меня… Ну… Это спички… Они для того, чтобы сжигать… Сжигать… Для этого… Вот так-то, так-то… Да… Вот… Набор параметров… Свойственны тому или другому… Телу… Как… Очень точно… Черня я сказал… Вот… Его определение тела… Вообще… Супер… Вот… Таким образом… Каждой сущности… Можно задать… Минимально необходимый набор… Смысловых… И формальных параметров… Которые эту сущность… Будут… Идентифицировать… Это ID… Вот… В каком угодно объеме… Аналогичных сущностей… Вот… Все, что угодно здесь… Я могу… Элементарно сейчас сказать… Как это может быть… Описано… И… Это тогда займет свое уникальное место… Вот… В этой базе… Сущности… Таким образом… Вот… Уникальное смысловое проявление… Является единицей… Учета информации… И это позволит… Структурировать… Вот… Всю информацию… Которую сейчас… Ищите… Она же там… Абсолютно не структурирована… Поэтому… Поиск является самой актуальной функцией… Но… Это то же самое… Что… Вот… Если бы мы… На место… Ничего не клали… То… Искать… Всегда… Было бы… Само актуально… А тут… Не попытка… А предложение… Что… Давайте сначала… На место… Положим… Одним из параметров… Одним из параметров… Присущих… Сущностей… Которые мы описываем… Ну… То есть… Это что значит… И… Почему… Русский язык… Почему… Вот… Русский… Это позволит… Самое главное сделать… Оцифровать алгоритмы… Алгоритмы… Самое ценное… И те… Кто предлагает актуальные алгоритмы… Те… Являются актуальными… Ну… Типа… Персонами… В этой мере… Сейчас… Все построено на том… Что… Актуальные алгоритмы скрываются… Ну… Типа… Это… Ноу-хау… Там… Пятое-десятое… Мало того… Они еще… Собственно… Нет… Например… Базы актуальных алгоритмов… Но при этом… На наших глазах… Что происходит… Все цифровывается… И все превращается… В набор алгоритмов… Да… Как бы… Абсолютно… Эфемерных… Там… Виртуальных… Там… Которые… Зашиты… Во все… Более… Более… Много… Функциональные… Устройства… А алгоритмы… Которые актуальны для нас… Они у нас одинаковые… Процентов на 99… Вот все… Что… Тебе и мне в жизни надо… У нас… Вот реально… И у всех других… Это значит… Если в системе… Эти алгоритмы… Проявляются… Как открытые… То… В своем целеполагании… Я всегда могу… Воспользоваться… Самым… Оптимальным… Алгоритмом… Из тех… Которые… В системе… Т.е. В любом… Целеполагании… Я буду… Как… Чемпион… Мира… Ну… Потому что… Он… Проявленный… А… Само… Целеполагание… Оно… Тоже… Легко… Описывается… Набором… Параметров… То есть… Понятно… Что это такое… Это… Как раз… Коммунизм… В такой… Совершенно… Очевидной… От каждого… По способностям… По способности… Осознавать… Потому что… Например… Если… Записать… Все слова… Которые… Каждый… Из нас… Написал… И определенным образом… Проанализировать… Вот этот… Массив… То окажется… Что… Каждый из нас… В том числе… Может быть… Представлен… Как… Семантическое такое… Поле… Или… Поле… Или… Конструкция… Вообще… Похоже… Это будет… Солнце… То есть… Будет… Процентов… Десять… Это… Наиболее часто… Употребимых… Слов… Как… Правило… Это слова вспомогательные… Не несущие смысл… Составят… Ядро… Потом… Будет… Еще процентов… Восемь слов… Которые… Которые… У всех… Примерно… Одинаковые… Это то… Как мы мир называем… Это то… Что позволяет нам… Коммуницировать… Даже больше… Восьмидесяти процентов… А… Потом… До ста процентов… Это будут… Отдельные… Зоны… Протуберанса… Это вот специальные знания… Которые связаны… Или с профессией… Или с… Ну… Какими-то интересами человека… Да… Вот… В этом будет проявляться… Его уникальность… И у каждого будет абсолютно уникальный… Семантический образ… А все, что мы можем назвать… Мы знаем… И вот если… В масштабах… Планетарных… Объединить… Знания всех русскоязычных… Через объединение их… Семантических образов… Да… То есть… Ядро останется у всех одинаковым… Восемьдесят процентов слов… Одинаковыми… А вот это все остальное… Да… Что является уникальным… Проявится… В едином общественном… Информационном пространстве… То тогда… Даже я вот… Не знаю многого из того… Что знают другие… Смогу пользоваться алгоритмами… Которые там проявились… Понятно… В общем-то… Гребер, да… Такой… Тотнический… Культурный… Нет… Технология… Понятно… Чуевер… Поехали… Все… Стоп… Снято… Спасибо…